Открывая третий инвестиционный форум, президент Евгений Шевчук отметил, что в непростые времена для мировой экономики в Приднестровье хорошо осознают, какие риски встают перед инвесторами, и нашему государству есть, что им предложить. Более выгодный режим совокупного налогообложения в сравнении с соседними регионами. Минимизацию налогообложения на среднесрочную перспективу, в первую очередь по тем видам деятельности, которые на данный момент в Приднестровье отсутствуют. Специальный и вариативный режим привлекательных налоговых зон на территории Приднестровья в целях стимулирования деловой активности и роста занятости. Прямые соглашения о взаимных обязательствах между инвесторами и правительством в целях административного сопровождения значимых проектов и формирования дополнительных привлекательных инвестиционных условий. Я как председатель Верховного Совета хочу заверить, что Верховный Совет готов рассматривать любые законодательные инициативы, которые будут направлены на улучшение нашего законодательства, на его оптимизацию и которые будут способствовать привлечению инвестиций. В своей повседневной деятельности в области инвестиционной политики правительство Приднестровской Молдавской Республики руководствуется стратегической целью вовлечения в ближайшие три года в экономику Приднестровья требуемых инвестиций свыше 2 миллиардов долларов США, определенной в ежегодном послании президента Евгения Васильевича Шевчука. Россия уже долгие годы основной инвестор на территорию Приднестровья. Российские компании активно вкладывают значительные средства в экономику нашей республики. Об этом в своем выступлении говорил чрезвычайный полномочный посол страны Фарид Мухамедшин. Уверен, что интерес российских инвесторов к предприятиям Приднестровья сохранится впредь, несмотря на некоторые проблемы, создаваемые нерегулированностью Приднестровского вопроса. И дело здесь не только в ближайстве менталитета и сложившейся еще во время Советского Союза структуре производственных связей. Приднестровье сегодня является уникальным регионом, где может быть создана площадка для налаживания эффективного трансграничного партнерства стран, участвующих в двух важнейших интеграционных проектах – евразийском и европейском. Третий инвестиционный форум из всех предыдущих стал самым масштабным по количеству представленных проектов и числу гостей. У нас будет представлено здесь 105 проектов. Сегодня заявлено 28 государств, представители 28 государств. И всего иностранных гостей будет около 150 человек. Этот форум – это, конечно, новый этап развития этого мероприятия по сравнению с первым и вторым. И, конечно, мы ожидаем значительно более высоких итогов, чем это было ранее. Целых два дня, а именно столько времени есть у авторов проектов, представленных на Третьем Приднестровском инвестиционном форуме, чтобы заинтересовать инвесторов. Анастасия Чернитинская, Станислав Стоянов, Роман Донец, Первый Приднестровский.